Казахстан 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 Уже тогда своей харизмой, умением найти общий язык с людьми, Нурсултан Назарбаев завоевал сердца. Даже тех, кто был настроен против его решения. И умел найти достойный ответ на самые каверзные вопросы жителей региона. Развеять опасения и одновременно думать обо всех слоях населения. Но есть один вопрос, который, на мой взгляд, окончательно стабилизировал обстановку. Это при рассмотрении вопроса об изменениях закона языках, все-таки признать русский язык и тоже государственный. Язык, межнациональное общение, русский язык действует наравне с государственным языком. И тем более мы записали, ни одна республика не записала, что действует на территории Казахстана наравне с государственным языком. Никто не записал, только мы. С самого начала своего руководства открыто обсуждал Нурсултан Назарбаев все острые, насущные проблемы. Находил решения, показывал дорогу в будущее, порой поражая своей дальновидностью. Мы уже вошли в рынок. И это очень сложно. Я сказал, разные будут. И бедные появятся на первых прахах, и богатые появятся, и прилавки будут пустить первый год, особенно, когда начнет растить цена. Но нам надо перетерпеть и пережить этот короткий период. Все это делается ради лучшей жизни завтра. С недоверием слушали его тогда жители области. Незбыточными казались мечты. Невыполнимыми грандиозные планы главы государства. Наша демократия дорастет. Все поймут равенство всех наций до конца. И все поймут, что власть должны быть все национально сопредставлены. И все поймут, что по-другому жить нельзя нам. Это счастье наше. Айтказы Шурубаев, председатель областного совета ветеранов. Как раз один из тех, кто был на той самой памятной встрече. Признается, атмосфера была напряженной. Но глава государства ответил на каждый поставленный вопрос и сумел изменить настроение людей. Настолько был уверен президент. Я первый, когда он начал выступать, после того, как уже наши жители выступились и сказали, что хотели. В основном с просьбой, естественно. Но он так в спокойном тоне, настолько уверенно. И мы как-то воспрали духом. И мы почувствовали, что вот-вот все это сбудется. Поскольку мы знали один за одним, что делается в республике. И сегодня есть о чем гордиться. И, наверное, в первую очередь, это заслуга президента нашей страны, Ельбаса Нурсанавчиша. И, конечно, всего многонационального народа республик Казахстана. В итоге здесь, в лице лидеров общественности, Нурсултан Назарбаев обрел своих верных единомышленников. Мы все восточноказахстанцы с вами. Спасибо. За нашу республику. Вот так его идея единства всех наций, идея создания многонационального казахстанского народа, нашла горячую поддержку у населения. В авангарде воплощения ее оказался восток страны. Спустя год после обретения независимости, здесь по инициативе известного общественного деятеля, ныне члена Ассамблеи народов Казахстана Лео Шика, решают открыть первый в республике дом дружбы. И 25 июля 1992 года в регионе создается неведомый ранее Институт единства и согласия. Президент республики Нурсултан Назарбаев торжественно открывает в Усть-Каменогорске областной дом дружбы. Восточно-казахстанцы горды тем, что именно Ассамблея народа Казахстана, мини-ассамблея, зародилась у нас на Востоке, когда был открыт президентом страны первый дом дружбы в республике Казахстана. Весь мир завидует Казахстану, что у нас стабильность, мир и дружба. Все это благодаря тому, что во главе нашего государства стоит лидер нации, человек планетарного мышления, Нурсултан Абич Назарбаев. Наверное, сама судьба послала народу человека Исполина, который на стыке эпох в период развала сверхдержавы смог продолжить путь в светлое будущее. Сегодняшний, независимый Казахстан, говорят жители Востока республики. И все эти годы, уже 25 лет, регион растет и процветает под пристальным вниманием президента. В каждый свой визит в область он обязательно посещает промышленные и социальные объекты, встречается с людьми и лично видит, как развивается Восток. Тяжелые 90-е страна преодолела вместе со своим лидером. Под его руководством привлечены зарубежные инвесторы, заработали заводы, люди получили работу. Какой ценой, знает только сам Нурсултан Абишевич. Но главное, результат получен, а экономика страны встала с колен. Начало 2000-х, уже период расцвета. На востоке Казахстана все больше внимания уделяется социальным проблемам. Помогают детям-сиротам. В Усть-Каменогорске открывается первая в регионе областная детская деревня, рассчитанная на 75 детей. Дети, государство о вас заботится. Вам здесь нравится? Да. В эти же годы здесь проходит первый международный форум молодых журналистов «Кольцо Евразии» в Риддере. Нурсултан Назарбаев лично присутствует на этой встрече. Более того, именно здесь он зачитал указ о возвращении Лениногорску исторического названия «Риддер». Общался с будущими гениями журналистики, говорил о значении так называемой «четвертой власти». Не случайно в этот же год, в 2002-м, начал свою историю Евразийский медиафорум, ставший сегодня уникальной диалоговой площадкой мирового уровня. Год спустя Нурсултан Назарбаев снова на востоке. Здесь впервые с момента обретения независимости построили новый мост – в створе улиц Ворошилова. Мост стал символом развития областного центра. Благополучие людей растет, в регионе неуклонно увеличивается количество автомобилей, ранее недоступных простому населению. И открытие новой развязки – как раз показатель того положения. Тем более, что в регионе зарождалась новая автомобильная эра. В Усть-Каменогорске впервые в Казахстане началась история отечественного автопрома. Местные Нивы уже шли на продажу. Президент дал высокую оценку инновационному для страны производству. Именно благодаря поддержке главы государства отечественный автопром продолжил свое развитие. И в 2005-м здесь начали выпускать еще и первые иномарки – автомобили «Шкода». К середине 2000-х промышленность в регионе уже уверенно шла в гору. На Касцинке крупнейшим производителем цинка и сопутствующих материалов тоже намечены большие проекты. Выкуплены месторождения Шеймерден. Ведутся новые исследовательские работы. В регионе началась пора поисков инновационных решений в различных сферах. Запущен и первый технопарк. Разработками ученых Востока Нурсултан Назарбаев остался доволен. В 2005-м году расходы на образование и науку в стране составили уже около 57,5 миллиардов тенге, что в четыре раза больше, чем в 2000-м году. «Поддержка этой сферы имеет большое значение», – сказал глава государства вчерашним школьникам и на балу выпускников пожелал им счастливой дороги в будущее. В Семее на встрече с предпринимателями на повестке дня вопросы расширения рынка сбыта. Уже тогда, в 2000-е, лидер нации твердо верил в необходимости интеграции. В своих решениях глава государства всегда последователен. Его ходы продуманы на много лет вперед. С восхищением отмечают вчерашние оппоненты. Также, шаг за шагом продвигает он идею возрождения Великого Шелкового Пути. Казахстан в силу своего географического положения обязан стать мостом между Европой и Азией. Эта тема стала главной на 17-м пленарном заседании иностранных инвесторов в Усть-Каменогорске. Совместные проекты идут на пользу всем сторонам. Яркий тому пример – запуск конвейерного производства первых казахстанских «Шевролет» на Азия-Авто. Исторический момент для автопромышленности страны. На титаном-магниевом комбинате, еще одном гиганте промышленности, в конце 2000-х начинается реализация инновационного проекта по производству титановых сплавов. Конечная цель – переход к выпуску готовой продукции. Титан – идеальный металл для покорения небесных просторов, для сферы самолетостроения. Не случайно интерес проявила ведущая компания отрасли «Боинг». Новые возможности для региона президенту очевидны. Теперь важно на местах подготовить квалифицированные кадры, соответствующие требованиям времени. Глава государства специально побывал в одном из профтехлицеев Усть-Каменогорска. Здесь в цехах и мастерских выполняются реальные заказы предприятий и организаций. К примеру, в токарном станке делают комплектующие и отдельные узлы к тепловым насосам. Эти установки, изобретения восточно-казахстанских инженеров, особо заинтересовали Нурсултана Назарбаева. Они в 3-5 раз экономичнее существующих котельных и могут работать с помощью одних лишь природных факторов – солнце, воды, ветра. Побывал Нурсултан Назарбаев и в близлежащих селах. В Предгорном ознакомился с комплексом, где в одном здании сосредоточились сразу 9 учреждений – сберкасса, почта, полиция, налоговый комитет, ветеринарный пункт, вплоть до амбулатории. «Это максимальное приближение услуг к населению. Мы к этому будем стремиться, и данный опыт надо распространять везде по Казахстану», – сказал Нурсултан Назарбаев. Не могло остаться незамеченным руководством страны и 20-летие прекращения испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. Именно Нурсултан Назарбаев в те годы принимал неоценимое по значимости решение, в своем роде беспрецедентное. Когда страна тогда еще в составе Советского Союза переживала последние годы холодной войны с Соединенными Штатами, и демонстрация военной мощи была необходимой, Нурсултан Назарбаев прекращает испытания в Семии. Центральное руководство Москве, военно-промышленный комплекс бывшего Советского Союза продолжали попытки снова начать. Просили взорвать хотя бы три, хотя бы два, хотя бы один ядерный заряд. Но мы были непреклонны. Желание народа и настроение было таково. С тех пор за 20 лет только на реабилитацию населения и рекультивацию почвы из государственного бюджета было потрачено 34 миллиарда тенге. Считаю также необходимым, чтобы в Семии был сформирован кластер радиологической медицины. Он смог бы объединить усилия медицинских центров Казахстана по диагностике и лечению онкологических заболеваний, вызванных радиацией. Государство сделает все, чтобы будущие поколения не почувствовали на себе отравляющие дыхания самопалатинского полигона. Более того, Семия должен стать процветающим регионом с развитой производственной сферой. На предприятии 7А, к примеру, наладили выпуск 1200 автобусов и 3000 тракторов в год. Стабильной работой обеспечено более сотни человек. Глава государства стал свидетелем запуска новой линии производства. И здесь же сделал ценный подарок 10 многодетным семьям. Вручил ключи от тракторов. В Усть-Каменогорске он принял участие в межрегиональном инвестиционном форуме. И побывал на Касцинке. В 2006 году здесь началось строительство электролизного цеха. Свинцово-цинковый Усть-Каменогорский комбинат постоянно совершенно обновляется. В прошлый раз я приезжал, был свидетелем создания по очистке газов в цинковом производстве. Сегодня я посмотрел новое производство, которое вводится в следующем году. Набирает обороты в регионе и атомная промышленность. На Ульбинском металлургическом заводе производят танталовые порошки. Изделия из бериллия. Налажен полный цикл по выпуску топлива для атомных станций. Используют здесь нанотехнологии. Что примечательно, все разработки собственные. Вводят инновации и аграрии региона. К примеру, в этой теплице площадью чуть менее 5 гектаров добились урожайности почти в два раза выше обычной. С квадратного метра удается вырастить вместо 30-ти 55 килограммов помидоров. Достижение президент отметил. Не осталось незамеченным им и развитие самого областного центра. К тому времени главный город региона обзавелся и новой достопримечательностью. Огромный флаг, развивающийся на высоте 522 метра, рядом с надписью «Казахстан». Такие необычные украшения стали визитной карточкой областного центра. Накануне 7-го форума межрегионального сотрудничества в 2010 году впервые на земле Восточного Казахстана встретились главы двух государств – Казахстана и России. И обсудили перспективы сотрудничества. Уже на тот момент в приграничных регионах страны действовало более трех тысяч совместных предприятий. Только за шесть месяцев текущего года товарооборот между нашими странами превысил 8 миллиардов американских долларов, то есть превысил прошлый соответствующий период на 40%. Уроки самого масштабного в истории экономического кризиса и сложного по климатическим условиям текущего года еще раз убеждают всех нас, что альтернативы, тесной интеграции нет. Пришлась по душе гостям и выставка продукции в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Мы ходили, только что смотрели выставку, и вместе с Настаном Бишичем с удовлетворением отметили один факт. Там есть реальные образцы взаимной кооперации. Не бумажные, а реальные, работающие. И, конечно, наша задача, задача всех здесь присутствующих заключается в том, чтобы количество таких продуктов увеличивалось. Форум, в свою очередь, позволил бизнесменам приграничных регионов теснее наладить контакты. За два дня подписано 33 деловых соглашения. Но после официальной части президент, как обычно, спешит познакомиться с развитием промышленных предприятий региона. На титаномагниевом комбинате запускают новый завод по выпуску продукции четвертого передела титановых слитков и сплавов мощностью 11 тысяч тонн в год. В проект вложено 12 миллиардов тенге. Есть чем гордиться и гиганту цветной металлургии Касцинку. Он завершает строительство уникального медиплавильного завода. Конечный продукт – катодная медь. Благодаря новейшим технологиям ее потери снизятся до 0,8%. Извлечение драгоценных металлов из руды достигнет показателя в 97%. А благодаря запуску серно-кислотного цеха на 13 тысяч тонн в год сократятся выбросы диоксида серы. Каждый год что-то новое вводится по моим поручениям. Наши инвесторы, руководство комбината делает каждый год лучшие, лучшие колодки. В советское время серы выбрасывали 100 тысяч тонн. Сейчас снизили 5 раз. Если на эту технологию еще переведем свинец, то вообще город станет очень чистым. Вкладывая деньги в собственное развитие, предприятия не забывают и о социальной сфере. Новый современный детский сад и теннисный код в Усть-Каменогорске. Подарок Костынка. УМЗ тоже построил дошкольные учреждения в областном центре. И именно тогда появилась в регионе одна из главных достопримечательностей – этнодеревня. Но запомнился 2010 год не только позитивными событиями. Регион пережил непростой паводковый период. Стихия неожиданно нанесла сокрушительный удар. Затопив 54 населенных пункта в области, в 12 из них сотни людей остались без жилья. Погибло более 9 тысяч голов скота. И вот за три с небольшим месяца практически заново отстроены поселки Жентикей и Кокжира в Тарбагатай, наиболее пострадавшем регионе. Президент страны осмотрел здесь уже отстроенное жилье – амбулаторию, строящуюся школу за 980 миллионов тенге. В любой ситуации он вместе с народом. Но это было только началом эпохи строительного бума. В городах по жилищной программе возводятся высотки. В Усть-Каменогорске, на Кашате и в поселке Куленово растут новые жилые массивы. Только за лето в 2011 в пригороде областного центра в Новоявленке появился целый поселок для репатриантов. Тогда отстроили 363 частных дома из 700. Люди празднуют новоселье вместе с президентом. Сельхозпроизводители тоже спешат поделиться с главой государства своими успехами. В Усть-Каменогорске после 12-летнего простоя заново открывается завод по выпуску 30 тысяч тонн ультрапостерилизованного молока в год. Работу получили 150 человек. Прямо на новом производстве Нурсултан Назарбаев встретился с руководителями предприятий региона, ознакомился с их продукцией, осмотрел и новые автомобили. Автосборочный завод «Азия Авто» к тому моменту расширил модельный ряд сразу на 4 марки. Президент оценил, насколько удобны машины для водителей. Но больше всех своего лидера ждут простые восточно-казахстанцы. Представители более 100 этносов. Всего на востоке страны действует 80 этнокультурных объединений. Работают 6 домов дружбы. Именно здесь берут начало многие инициативы в сфере межэтнического диалога, отметил глава государства. Мы должны всегда помнить, что дружба, взаимопонимание – главная ценность. И мы обязаны передать это достояние нашим детям и внукам. Мы не должны забывать, что межэтнические отношения – это очень хрупкая конструкция. В Казахстане мы уделяем самое пристальное внимание стабильности вообще и межэтнических отношений, и улучшаем благосостояние народа. Эта политика государства будет незыблемой. А на дворе весна. Наурыз. Восточно-казахстанцы постарались сделать этот праздник во Дворце спорта незабываемым. Снова на льду президент оказался через год, в 2012-м, но уже не во Дворце спорта, а в новом хоккейном модуле. Теперь в регионе есть все условия для развития хоккея, отметил Нурсултан Назарбаев. И подарил 11-летнему Руслану Сагамбаеву из детской команды именную клюшку. На предприятии КМОНГ глава государства ознакомился с экспортным потенциалом региона. Местная электротехническая продукция применяется в металлургии, атомной, химической промышленности и в основном идет на рынок Российской Федерации. Качество признано на международном уровне. Ваше предприятие как раз характеризует Восточно-казахстанскую область как индустриальный. Здесь не только металлургия цветная, здесь и производство продукции из урановых руд, здесь машиностроение, здесь литье, и сельское хозяйство, все это есть. Отрадно, что область на 30% ежегодно наращивает экономику и не забывает социальные вопросы. Я сегодня смотрел Ледовый дворец, говорят, не хватает для молодежи. У вас самая большая обеспеченность детскими садами 92%. Жилищное строительство, городское хозяйство очень хорошо развивается. Я рад видеть Ушкемногорску чистым, хорошим, побольше таких предприятий, как ваши, которые производят продукцию на экспорт и высокотехнологичные. Заметны успехи и в сфере здравоохранения. В регионе открывается инсультное и кардиологическое отделение, а уровень оказания услуг в центре матери и ребенка ничем не уступает республиканским лечебницам, с удовлетворением заметил глава государства. За годы независимости средняя продолжительность жизни населения в области достигла 70 лет. Рождаемость выросла на 41%. Это и есть свидетельство наших достижений, отметил президент. Регион успешно развивается во всех направлениях. За последние два года в области появились инновационные производства, такие как завод технологического оборудования, аналогов которому нет в Казахстане. Специализируется он на электрофильтрах для ТЭЦ, очищая их выбросы на 99%. В сфере переработки сельскохозяйственной продукции заявило о себе и предприятие по выпуску деликатезов из мяса птицы, АйТАС. Но особенно заметно развитие спортивной сферы. В регионе появился целый спортивный кластер, новый бассейн, легкоатлетический манеж имени олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой, дворец единоборств. По мнению главы государства, это имеет важнейшее значение для укрепления здоровья нации. Уже в 2015-м президент побывал на еще одном важном объекте сферы здравоохранения в радиологическом центре в Семее. Он станет первым в Казахстане центром радиационной онкологии, который сможет принимать в год до 6 тысяч пациентов не только со всей республики, но и с соседних стран. Развивается в регионе и легкая промышленность. Новая кондитерская фабрика в Семее уже экспортирует свою сладкую продукцию в Россию и Кыргызстан. В Усть-Каменогорске тоже завершено строительство долгожданного областного театра драмы. Решилась многолетняя проблема с теснотой помещений и нехваткой мест в залах для зрителей. Теперь это настоящий храм культуры, в котором бок о бок трудятся казахская и русская труппы. Ставятся новые спектакли, а зрители приобщаются к высокому искусству. Восточный Казахстан за эти 25 лет путь становления независимости Республики Казахстан претерпел кардинальные изменения, вместе со всей страной преодолевая различные трудности и идя к новым свершениям. И главным проводником на этом пути для народа по-прежнему остается лидер нации. Первый президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев. Не каждому поколению выпадает на долю быть свидетелем и участником столь грандиозных исторических перемен, какие пережил казахстанский народ за последние два с половиной десятилетия. На карте мира появились новые государства. Меняются общественно-политические и экономические формации. Казахстан успел стать за эти годы уважаемой страной на всей мировой арене, государством, умеющим противостоять актуальным вызовам мировой экономики и политики. Большая роль в этом процессе отводится Нурсултану Назарбаеву. Ельбасы. Человеку-легензе. Путеводной звезде Казахстана. Ярко освещающий путь становления государства. Путь успеха. Путь нашей независимости. Линою в четверть века. Линою в четверть века.